Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Александр Дмитриевич. Я более 20 лет работал на переднем крае научно-технического прогресса. И в этот год выборов хотел бы обратить ваше внимание на эту проблему. В 2014 году Российская Федерация захватила часть территории соседних государств. И в ответ на это действия Российской Федерации цивилизованные страны предприняли ряд ограничительных мер. Остальные весь мир, он не цивилизованный. Хитай, Индия. Для тех, кто немножко опоздал, вся речь моя рассчитана на не более трех минут. Вопросы, значит, в моем выступлении закончатся. Какие вопросы? Давайте обсудим. Так что, если наберитесь, пожалуйста, терпением. С уважением, значит, ко всем присутствующим. В 2014 году Российская Федерация захватила часть территории соседнего государства. И в ответ на это действия Российской Федерации цивилизованные страны предприняли ряд ограничительных мер. Первая мера. Это некоторые запреты для ближнего круга Владимира Владимировича Путина. Для остального населения Российской Федерации значений не имеют. Вторая мера. Престановка кредитования более чем на 90 дней. Прямого значения для населения не имеют. Но косвенно сказывается на жизни каждого. Но это ограничение можно преодолеть разумной кредитно-денежной политикой. Но современное правительство на это не способно. Третья мера. О которой чекистские пропагандисты не упоминают. Как раз и касается научно-технического прогресса. И заключается в прекращении совместных работ с Российской Федерацией в области передовых и военных технологий. В области технологий двойного назначения. Эта ограничительная мера напоминает известную поправку Джексона Винника. Ее действие отбрасывает нашу страну на обочину научно-технического прогресса. И в конечном итоге указывает движение в сторону Зимбабве. С ее Робертом Мугабе находящимся у власти более 35 лет. Я призываю вас обратить ваше внимание на преодоление этой проблемы. И освещать ее перед избирателями в этот год выборов. Готов ответить на ваши вопросы.